всем привет всем здравствуйте с вами ярослава герин и наше экстрасенсорно парфюмерные видео сейчас я на море на море сейчас месяц апрель конец апреля очень тепло это лигурия италия я приехал сюда чтобы уединиться побыть немножко одна вдали от своей семьи вдали от людей с которыми я провожу разные частные сеансы и ничего что здесь есть тоже народ ну я с ним не общаюсь с этим народом а так фоном очень хорошо я пишу свою очередную книгу и это книга уже будет 12 я написал 11 книг в соавторстве с другими писателями и еще и сама написала книги если хотите вы можете почитать их я бесплатно выложила 4 книги свои в электронной библиотеке куб прям набираете интернете электронная библиотека куб ярослава геринг и вам выскакивают книги которые я перевела на и на русский язык с итальянского потому что книги описала на итальянском языке видите что я живу в итальянской части пишу на итальянской части швейцарии пишу на итальянском языке потому что у меня в основном мои клиенты они всей италоговорящие ну и русские конечно тоже ну так как я приехала на море я не могла с собой не привести парфюмы связанные с морской тематикой ну и вообще с водой вода бывает разная вода бывает тухлая вода бывает цвета и вода бывает пресная вода бывает соленая вода бывает из лужи она бывает разные разные вода я привезла с собой несколько флаконов несколько ароматов для того чтобы прям вот здесь на море можно было ее их чтобы здесь прямо на море можно было их попробовать и посмотреть действительно ли морской воздух он именно такой как ким его передавали в ароматах или передают ароматах вчера здесь шел дождь и совершенно была другая атмосфера пахло сыростью вот этот вот дождик было достаточно холодно сегодня раз и вот такое вот солнышко и 20 градусов тепла но мне придется пляжу уйти поскольку здесь очень людно народ глазеет очень тяжело сосредоточиться потому что звуков очень много пойду-ка я на террасу той гостиницы где я остановилась кстати город называется финале лигура гостиница которая остановилась очень скромная гостиница называется отель медуза три звезды всего ну такой опрятненький небольшой и даже сейчас в конце апреля очень тяжело здесь найти место все гостиницы заняты ну давайте перейдем к ароматам поехали итак друзья я сижу на террасе своей гостиницы надеюсь сзади меня видно или слышно море если будут какие-то звуки ну извините хотя птички поют очень красиво и замечательно и так морские и вообще водные ароматы давайте начнем с первого аромата у меня есть полноценный флакон это курака убай от бренда джак фат он как более кстати подходит кто атмосфере в которой я сейчас нахожусь и здесь этот аромат у меня коробочки вот он полный он целиковый потому что один я уже использовала это у меня 2 50 миллилитровый флакон потому что первый все он был использован за весь прошлый год на море друзья мои это совершенно потрясающий морской аромат он окутан цветами здесь есть амбра здесь есть древесные ноты его создала сисели за руки ам но очень понятно она создает шедевр и вообще этот бренд не он нравится у меня достаточно много отливантов я пока только вот этот повторяю и повторяю второй раз я его заказала так что я его буду здесь носить здесь белый мускус пятигрейт аль танджерин лимон и естественно серая амбра зеленые ноты здесь это несочетаемое здесь морской воздух с солью здесь цветы здесь цитрус и в общем атмосфера замечательная пляжная даже ну ближе наверное к вечеру такой раскаленный воздух серая амбра красотей следующий аромат он у меня очень простой я обычно им пользуюсь либо как дезодорантом либо как парфюмом для помещений это просто парфюмированная вода от бренда tesori duriente и называется талассотерапия очень хорошо передает атмосферу водную талассотерапия это что-то такое достаточно спокойная на то есть когда мы расслабляемся мы лежим в воде морской воде может быть где-то в каком-то спа нам создают больше атмосферу моря и пытаются вот разными запахами показать нам что даже если сейчас зима вот как будто ты лежишь на море немножко этого жирный аромат 2020 года бергамот лимон морская соль морские водоросли кедр и мускус но держится он недолго на мне он сидит полчаса утром так набрызгаться чтобы немножко расслабиться и представить себе что ты на море но в основном я и брызгаю на занавески на на подушки на постель и в общем так достаточно хорошо держится на материале далее у меня отливать и сейчас первый это от бренда аномалия париж я уже либо вы уже видели обзор на этот бренд либо он должен будет выйти в скором времени аномалия париж и называется aquatic озон боже мой и это очень красивый аромат озоново-акватичный именно такой здесь перемешку как идут ноты соли так и ноты воздуха это мандарин это жасмин иглы сосны кедр ромашка ваниль пачули то есть представляете себе вот такой вот сад да и море рядом он скажем так не совсем прям вот морской он более морской озоном то есть это какая-то вот прослойка между небом и морем где вот видно пальмы и и какой-то сад в общем красивый аромат морской но не то чтобы он был соленый да вот воздуха воздуха озоновый такой далее далее аромат от бренда 2787 называется в бандер бог бог аль бандер бог аль что сказать об этом аромате он такой необычный поскольку здесь в него напихали уж всего что возможно вообще вы знаете что вот этот вот бренд 2787 очень странные ароматы два из них у меня есть полноценном полноценном размере полноценных лаконов я о них еще наверняка с вами поговорю и здесь свежий морозный он слетает достаточно быстро кстати и многие об этом говорят на фрагрантике верхних нотах здесь есть мята здесь есть песок и заявлены морские ноты и фенхель анис белые цветы то есть очень необычное такое ощущение что здесь где-то огород недалеко от моря то есть песок морские ноты это туда а у кого-то на огороде растет анис растут цветы жасмин мята фенхель и в общем вот так вот как-то все вперемешку но это лето конечно это лето и а лето вообще все замечательно любая атмосфера подойдет вообще на ура следующий аромат это от лаборатория ольфатива называется салина салина на итальянском языке это то место где вырабатывают соль из морские из морской воды то есть специально на берегу моря есть такие заводы куда загоняется вода морская она фильтруется какими-то специальными машинами и потом можно видеть целые горы вот этой морской соли который потом уже расфасовывается ну и идет на какие-то там определенные нужды так вот мне очень захотелось узнать как же пахнет соли на соли на итальянском языке соли это соль и вот переносит действительно куда-то вот в ту степь но я больше представляла себе может что-то более йодистая но здесь нету йода это 2013 год лимон морские ноты песок мир здесь тоже ведь песок в общем морские ноты лаванда колючий такой немножко прохладные такое ощущение что вы смотрите на эту гору соли но вечером вот кому нравится такое настроение курорта и экскурсии вот поехать по соли ну и посмотреть как там соль делают вот аромат прям очень здорово передает атмосферу и настроение прекрасно следующий от бренда жульет над который называется aqua секстюс у меня от этого бренда только один полноценный флакон я с ним постепенно знакомлюсь и вот это вот aqua секстюс сделан 2014 году тоже у него вот такое такое зелено-зелено-синие зелено-синяя вода такая жидкость и о чем этом говорит бергамот чаем мандарин грейпфрукт мимоза мускус морские ноты инжир лаванда лапданом боже мой куча разных нот о чем это вообще говорит свежий свежий цитрусовый вот цитрусы в сахаре и вот лежат они в вазочке где-то на море вот представьте себе да вот такая вот атмосфера может быть даже вот как здесь такой барчик на берегу моря откуда доносится слегонца разные такие нотки морские и перед вами стоит какой-то десерт ну такой лимонный да может лимонный щербет слышится да немножко соли вообще очень красиво тоже курортный аромат кому кто знаком с этим брендом если хотите вот что-то такое ну попробуйте интересный бренд нем очень много такого разненького интересненького переходим к следующим ароматом и у меня от бренда лоренцо пацалья есть три аромата с морскими нотами я не буду сейчас обо всех говорит их вообще у него 4 в коллекции я с ним познакомилась на выставке эксенс 2023 года у них потрясающе красивый стенд у них обалденное оформление и вот у них есть четыре аромата с нотами моря соли у меня есть три один называется блекси другой называется секси си третий называется dream си и потом какой-то у них есть четвертый у меня его в коллекции нет самый классный для меня который я прям обожаю это секси си но у них у каждого совершенно потрясающее звучание но секси си конечно это мой здесь очень такой телесный телесно морской аромату представьте вот зайдите на фрагантику и посмотрите ноты я могу сказать здесь есть вот этот мускус без озон белые цветы имбирь соль серые амбра здесь везде есть морские ноты здесь везде есть соль но вот они немножко по-разному обыграны скажем так что вот этот вот секси это что-то более телесное такое black си черное море это вечерние это вечер на море это когда вы уже идете в барчик это такая на дискотеке это да это дискотека и здесь тоже водные ноты сери амбра белый мускус мог пачули и вот пачули дает такой может быть здесь более вечерний более в вечернюю сторону и dream си dream мечтаем на море помечтаем а я здесь прям да вот мечты какие-то карамельные карамелька до его весь ваниль ваниль с солью вот посидишь на этом море и мечтаешь вот смотрите вот dream это скорее всего утром black это уже вечер это вечер это туда в ту степь и вот вечерком уже и потом уже секс и потом уже ночь ну вот какой-то вот у них 4 очень хочу я его понюхать если у кого-то есть вот расскажите расскажите что вы чувствуете но какой-нибудь из этих я себя обязательно приобрету в коллекцию потому что хоть у меня и нет много ароматов с морскими нотами но вот сам бренд лоренцо пацанья он очень интригует очень интригует я потом вас обязательно познакомлю с каким-то полноценным флаконом я пока еще не знаю с каких сейчас я их буду все размашивать морскими нотами но я думаю что я закажу быть леванта хотя бы всю коллекцию с этим делом надо знакомиться потом у меня есть что еще еще у меня есть соу блю от мансера мансера со блю ну а это свежачок по сравнению с другими это вот совсем совсем свежий у него такое прекрасное настроение вы знаете здесь есть ванилька здесь есть фрукты такой освежающий но не свежачок очень приятные легкие вот ну что сказать стойкий наверняка стойкий ну вот на каждый вот на любой случай на каждый день утром днем вечером вот поливайтесь и будет от вас отлично пахнут я думаю с волос с волосов это будет с волос будет очень хорошо звучать дальше лигнум витая от бауфорд но мы все знаем этот бренд бауфорд лондон что у него такая корабельная тематика пиратская у него у этого бренда очень сильные ароматы здесь речь идет как всегда о море потому что у него всегда обыгрываются какие-то корабли вот этот морская тематика но этот он вот странный здесь есть какая-то нотка как от которой меня немножко тошнит то есть такое ощущение что я нахожусь на борту какого-то судна корабля и попали мы в шторм что-то здесь есть такое что меня настораживает вообще я этот бренд не очень люблю если честно потому что их брутальность машинное масло вот здесь какая-то фига такая с бензином или с машинным маслом и вот этот как-то тошнит очень сильно на волнах качает это какая-то уже морская пучина где-то глубоко вот сейчас я посмотрю что вот он морская соль ваниль дубовый мох амбра красные фрукты гуаяк ут то есть это море и вот мы идем в пучину где вот этот гуаяк и все это становится достаточно очень даже ладан здесь есть то есть представляете вот на борту этого судна пучина морская гуаяк пахнет машинным маслом все трясет это какой-то вообще это буря это шторм и стоит священник и молится за всех то что еще и ладаном пахнет короче караул я в такую бурю не захотела бы попасть потому что действительно мне не нравится этот аромат но кто знает кто знаком с этим брендом кому нравится совсем вот ниша нишевые такие ароматы ради бога ну я все-таки мимо я что-то более по такому вот по такому например да карнер барселона rockstar rockstar уж вот тут только вот недавно вышел ну что сказать мне но это свежачок хоть это и нишевый бренд но я здесь слышу ну да немножко море ну да немножко цветы но совсем уже такой ну для меня он немножко плоский я думаю что можно найти много таких ароматов и в сегменте люкса потому что она как-то да он красивый но он не стойкие я его носила носила но стойкости я в нем абсолютно не увидела вот носила половину на через час его не слышала поэтому я думаю что можно найти замену вот что здесь пишу да об этом на об этом аромате здесь морская соль минеральные ноты акватически такой водные белые цветы металлические какие-то или минеральные ноты какие-то слышно ну и и и все поэтому вот такая вот новинка которая одна из последних у карнер барселона но меня совершенно не впечатлило нет не понравилось еще один дорогущий дорогущий я сейчас передаю полноценным флаконом дорогущий от бренда армонист который называется in общем я вам напишу как он называется даже произнести его просто невозможно вот я тоже вы немножко поносила потому что в этом гармонист и армонист не гармонист и армонист слова гармония тут он странный это не морские ноты здесь просто какая-то вода и вода из какого-то озера скорее всего или горного ручья то есть это пресная вода это не морская и тут пытаются передать какую-то видимо гармонию между инг-янг сейчас я посмотрю где-то я себе написала водные ноты да просто водные ноты орхидея роза белый мускус кори нириса сандал за ту цену это просто вот охапка белых цветов охапка мускуса у какого-то озера с пресной водой ну да ничего ну вот в сторону корне барселона а теперь у меня есть три аромата может первый аромат это от бренда амуаж который называется съел это водная лилия для меня это пресная вода это не море это небо которое отражается в озере и вокруг сад очень похож на сад моне с водными лилиями на мне он сидит недолго здесь есть даже ладан я лада на совершенно не слышу я здесь слышу охапку цветов я здесь слышу слышу же смен лилии гордыни цикламент персик роза но эта ночь волшебная ночь у пруда скорее всего это уже вечер или озеро очень красивый аромат и отражается небо в этой воде а может быть даже где-то уже и луна красивый но на мне он сидит совершенно не долго еще у меня есть такой от ливан амуаж называется бич хак я его никак не могу в себе взять поскольку здесь есть морская соль здесь есть морская вода но он очень древесные кто-то говорил по-моему на программатики что или где-то у кого-то из блогеров я слышала такое ощущение что деревяшка дерево очень долго долго плавал в воде морской соли напитался вот этой морской соль и выбросила ее на берег и потом это деревяшка или доска лежала под жарким солнцем и вот вот эту деревяшка вот так пахнет да кстати вот очень похоже очень похоже я никак не могу решиться на этот флакон у меня много флаконов с муажами но этот не могу решиться взять взяла его с собой на море думаю попробую разносить может быть здесь как-то по-другому разносится я живу в горах может в горах он не звучит но буду пробовать на море пока я только приехала я не носила но кто знает вдруг у меня поменяется мнение об этом аромате и последняя мужик которая с собой привезла но это конечно мифы как мы можем обойтись без этой застоявшейся тухлой водички где хризантемы что-то что-то такое ведьманское необычное мне тоже его тяжело носить тухлая водичка но не морская это пресная вода это вода в которой стояли эти хризантемы и их никак не могут выбросить он темный он на трагический я его попробовала носить в разных в разной атмосфере и дома и на работе и в горах все привезла его на море может быть здесь как-то по-другому раскроется это хризантема может быть они наконец-то не будут она не будет так завидать и может быть из вода не будет такой тухлый но не то что тухлая ты немножко затхлая но мне есть что-то привлекательно потому что иногда нас даже привлекают и возбуждают такие необычные запахи вот странно да но они нас могут и возбуждать очень многим людям нравятся мифы я никак не могу понять где мне его носить вот сейчас апрель я привезла его на море но может быть хоть здесь вот каким-то образом откроет он мне свою красоту и посмотрим как он звучит пока буду экспериментировать на сегодня все с морскими носками мы закончили морскими водными и так далее если вам было интересно пожалуйста поставьте лайк поддержите мой канал я куда бы я не ехала я стараюсь брать с собой какие-то парфюмы чтобы вам показать атмосферу и придать настроение и сделать какую-то одну если не экскурсию хотя бы показать какое-то место все целую обнимаю всех спасибо большое до новых встреч